Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули в гости. В сегодняшнем видео мы вместе с вами будем рассматривать вот такой вот интересный парфюм, который я заказала в интернет-магазине R&DU от марки Adjmal и аромат называется Shine. Вообще, я впервые заказываю в своей коллекции парфюмы от марки Adjmal. Вообще, я, конечно, наслышана про этот бренд, но, конечно же, я его видела в R&DU и в интернет-магазине R&DU. В розничных магазинах у нас, к сожалению, в нашем городе эта марка совершенно не представлена. Ну и цены меня, конечно же, удивляли. Цены в R&DU на уровне люкса, в R&DU точно на уровне ниши такой, да, средней ниши. Вот, готовясь к этому видео, я заглянула в интернет-магазин L'Etoile, глянула там, Adjmal Shine стоит без скидки, без карты 9000 рублей. Это в интернет-магазине, а познакомиться в нашем городе мне с ним вообще не представляется возможности. В R&DU со всеми скидками где-то около 6000 рублей. Ну, то есть вслепую делать такие покупки, опромечивая, тем более, что эти ароматы арабской марки, ну, как-то контрпродуктивно, ну, согласитесь же, да? И вот настал тот момент, когда я решила все-таки познакомиться с этими парфюмами. У меня сейчас в коллекции целых два аромата от этой марки, вы уже видели в моей распаковке, какие это парфюмы. Потому что в интернет-магазине R&DU цены на марку Adjmal вообще более чем приемлемые, и ароматы купить там может позволить себе каждый. Ну, в общем, аромат Adjmal Shine обошелся мне около 2000 рублей, и это, обратите внимание, за объем 75 миллилитров. В общем, я очень люблю интернет-магазины R&DU, там постоянно проходят какие-то скидки, акции, распродажи. И сейчас там продолжается летняя распродажа со скидками до 50%, и к тому же всегда действуют какие-то блогерские промокоды. И в этом видео я также вам предоставлю свой новый блогерский промокод. Ловите, применяйте, покупайте, заказывайте с удовольствием, потому что интернет-магазин R&DU проверен и мною лично уже огромное количество раз, и всеми блогерами, и все абсолютно довольны. Кроме того, в интернет-магазине R&DU сейчас есть оплата по частям. Если вы не можете потратить кругленькую сумму на один либо несколько парфюмов, то можете приобрести его, как говорится, в рассрочку, то есть оплатить по частям. Кстати, блогерские промокоды применяются при покупке от 2500 рублей, но при этом суммируются со всеми акциями и скидками на сайте. Если этот парфюм без промокода просто так стоит, ну вот на сегодняшний момент я посмотрела, отжимал шайн стоит 2100 рублей, но каждый день ценные в магазине R&DU плюс-минус меняются, то возрастают, то буквально обваливаются, да. В общем, нужно мониторить. То можно добавить какой-нибудь отливантик, пробничек, возможно, аромобокс, может быть, что-то из косметики, в общем, добрать до 2500 рублей и применить промокод на скидку 10%. Еще раз напоминаю, промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте и распространяется на все товары в интернет-магазине R&DU. Вот вроде как бы теорию я вам рассказала. Давайте теперь приступим к практике. В общем, вы смотрели уже распаковочку моей посылки, ссылочка где-нибудь вот тут вот появится и видели, что у меня там довольно-таки большой ассортимент приобретений. И вообще, как бы план на создание выхода видео, обзоров у меня был несколько другой. Ну вот, под вчерашним видео или позавчерашним с ним точно не помню. Ну, в общем, я посмотрела комментарии и прочитала вот такой один комментарий, что одна девушка, значит, написала, что у нее был этот аромат, Аджмал Шайн, и он ей не понравился, потому что душил какими-то плотными деревяшками и удушающей пудрой. А я-то приобретала не просто так Аджмал Шайн, да. Я же основывалась на отзывах. Еще раз напоминаю, что в нашем городе с этой маркой познакомиться абсолютно негде. И так как я люблю все такое вкусненькое, гурманское, ну и тем более клубнично-земляничное, и, почитав отзывы, собственно, это и на фрагрантике, и на рандеву от тех, кто приобретал эту парфюмерную композицию, я решила, что вот оно мое. Я люблю ароматы с клубничкой. Всегда нахожусь в поиске парфюмерных композиций с нотой клубники. И мне будет интересно познакомиться, как же бренд Аджмал раскрыл в своей парфюмерной композиции ту самую клубничную ноту. И, в общем, я скорее побежала распаковывать эту коробочку вчера вечером, и скорее знакомиться, что же у меня там такое удушающая пудра, ибо свежая земляничка. К слову сказать, на бренд Аджмал, и, в частности, на вот эту вот линейку, огромное количество подделок, про это говорили многие блогеры, и на Черриш много подделок, и, получается, и на Шайн. Я думаю, то, что было у этой девушки, как она сама и предполагала, было подделкой, потому что то, что я услышала в парфюмерной композиции, вообще не пахнет удушающей пудрой, хотя пудровые ноты на минуточку тут заявлены. И деревяшек я от начала до конца вообще не услышала, ну, вот таких, как бывают, например, в нишевой парфюмерии, грубых деревяшек. Распаковочку я вам, естественно, вставлю. Ну, распаковочку я уже не вставлю, потому что я уже на эмоциях раскрыла слюду, пошла скорее тестировать, то ли или не то. Я приобрела, может быть, я ошиблась, может быть, я что-то не понимаю. Ну, в общем, покажу вам тут вот вблизи, да, как выглядит оригинальный аромат. А сейчас вот открываем коробочку. Вот такой вот милый флакончик. Ни разу у меня еще отжмала не было. Да, и, кстати, просто так этот флакончик оттуда не вынимается. Тут такая интересная конструктивная особенность коробки, что вынимается он только вот так вот, вот так вот не упасть бы. И вот тут вот получаются вот такие вот дверьки. Смотрите, какая конструкция, да. И вот тут вот так вот он запакован. В общем, такая вот сложная конструкция. Я думаю, что подделать такую достаточно сложно. Так что, если у вас есть ароматы отжмал, то проверьте, что у вас там в коробочке. Итак, мы с вами видим вот такой вот красивый флакончик. Я не знаю, он какого-то бронзового цвета, да. И вот здесь вот под пластиком, я так понимаю, не под стеклом, находятся тоже такие бронзовые лепесточки, засушенные, наверное, да. Но они, насколько я понимаю, так вот герметично туда заделаны, да, запаяны. В общем, герметично там все, они не просыпятся. Ну и они вообще не колышатся. В общем, 75 миллилитров объема парфюмерной композиции. Обратите внимание, как вот здесь вот тоже хитренько устроена все вот эта вот конструкция сама пульверизатора. Ну интересно, да, вот флакончик. Ну, наверное, на, даже не наверное, а точно на парфюмерной полочке он будет определенным таким вот украшением. В общем, также я помониторила пирамиды. Надо сказать, что пирамиды на официальном сайте я посмотрела и на некоторых других ресурсах отличаются. И причем, когда я вчера расслушивала как на ватном диске, так и на своей коже этот аромат, я там услышала еще некоторые ноты, помимо тех, которые заявлены, собственно, на фрагрантике и на официальном сайте. Ну, в общем, точно они есть, какие-то ноты. Сейчас я вам расскажу, естественно, пирамидку, ароматные композиции, ну, наверное, с фрагрантики, потому что она соответствует описанию ароматной пирамиды социального сайта, вставлю, да. Но, например, на сайте Ревгош и Элитой парфюмерная пирамидка несколько другая. Так, вас тоже душу. Я думаю, вам захочется так пахнуть. Ну, особенно после того, что я расскажу, чем же это пахнет. В общем, пахнет это сочным, клубничным, свежим, клубнично-гранатовым соком. Ну, в общем, как есть пирамидки, так оно и раскрывается, да. И вот, да, вот я все ждала, когда же наступит эта грубая удушающая пудровость, про которую мне писали, когда будут эти какие-то удушающие деревяшки. Нет, это оригинал, и никаких удушающих деревяшек не было, да, у меня ни от начала, ни до конца. И вот сейчас у меня ватный диск до сих пор лежит, надушенный. Я его уже утром несколько раз и днем обоняла, да, слушала, чувствовала. Нет, нету там деревяшек. В принципе, аромат не особенно-то игривый, да. Он как звучит с момента распыления. Плюс-минус таким он остается в базе, только чуть-чуть вот более нежно. А так вот все ноты, которые более явно можно услышать в парфюмерной композиции, они вот как раскрылись сначала, так и звучат. То есть какого-то ступенчатого раскрытия в парфюмерной композиции нет. Но, наверное, для лета это и хорошо. И главный плюс, что здесь нет никакого мускуса, который бы давал, ну, какое-то такое-то анималистическое потное звучание. И что я слышу, что не заявлено в официальной пирамидке, ну, по крайней мере, на официальном сайте, слышу я здесь нотки почули. И вот эти нотки почули в сочетании с клубничкой, в сочетании с пиончиком и ванилью. Ваниль тоже где заявлено, где не заявлено, но она по определению есть. В общем, мы почули. Отсылают меня, когда я чувствую этот аромат, знаете, мысленно в сторону некоторых люксовых парфюмерных композиций. Нет-нет, это абсолютно не клон. Но вот если вам нравится, вы не можете представить, чем это пахнет. Но вам нравятся те парфюмерные композиции, в ключе которых находится Аджмал Шайн, или Аджмал Шайн находится в ключе их. Ну, в общем, точно нельзя сказать. Но есть такой факт, что этот аромат выпущен совсем недавно, в 2017 году. В общем, по направлению звучания он мне напоминает сразу два аромата. То есть что-то в нем есть от Lancome L'Avée Belle Intessement. Вот такая вот ягодность, да. Но абсолютно отсутствует та сахарная вата на палочке, овердоза сахара, которую я, впрочем, люблю. Здесь такого нет. Здесь просто такая вот достаточно приятная но не кричащая, абсолютно не кондитерская. Что равно парфюмерная ваниль. Ну, то есть сахарной ваты тут никакой нет. И еще напоминает мне этот аромат ту парфюмерную композицию, которая у меня была несколько лет назад, в тридцаточке. Это новый Miss Dior Eau de Parfum. Помните, который с таким вот тоже сладким, ягодным, почульным звучанием. Тоже в этом ключе. Но хочется отметить, что, естественно, аромат от бренда Lancome L'Avée Belle Intessement, он вообще чемпион по шлейфу. И стойкости тут такого вы не обнаружите. То есть такого убойного, по мнению многих, шлейфа вы тут точно не найдете. И если вы не переносите Lancome L'Avée Belle Intessement, вот ту ягодную версию, она вам кажется чрезмерной, обратите внимание, пожалуйста, на Adjmal Shine. Ну и Miss Dior Eau de Parfum, новенький, по-моему, 2019 года выпуска, для меня я от него избавилась. То есть я с ним рассталась. Он для меня был, знаете, тоже не настолько сбалансированный, чтобы прижиться в моей коллекции. Уже точно не помню, но что-то мне мешало. В этом аромате, так как я в нем проходила вот со вчерашнего вечера, мне ничто не мешает. Он свежий, ягодно, клубнично-гранатовый, спокойный. Оно при этом хорошо шлейфит, особенно если нанести на его волосы. Значит, что у него со стойкостью? Стойкость на коже довольно-таки средняя. Оно часа четыре явно ощущается, с волос и с одеждой, естественно, больше. Также в ароматной пирамиде этого парфюма заявлены ноты пиона, ландыша. Ну, вот их я, в принципе, вообще не ощущаю. Ни мыльного ландыша, ни вот такого-то ядовитенького пиончика. Ну, в общем, никакого пиончика я не ощущаю. Ощущаю только клубничный сок с гранатом. Да, клубничный, в общем, гранатовый сок. То есть, сочная клубничка, небольшая терпкость граната. Вот такая вот характерная, почулистая, опять же, такая терпковатость, шероховатость, что делает этот парфюм непохожим, естественно, на дужку и какой-то пакетированный сок. Ну, то есть, на вот такой натур-продукт, который мы можем употребить в пищу. Нет, этот аромат не хочется съесть, но зато им хочется подушиться, что я с огромным удовольствием сейчас и сделаю. Три-четыре пшика. В принципе, это нормально. На лето подойдет просто великолепно, да? Ну, освежает, да? Как дневной, утренний аромат. Мужчинам он тоже понравился. Ну, мои сказали простенько, но пахнет приятно. Ну, в принципе, так это и есть, потому что аромат, когда создавался, был задуман для молодых, энергичных, динамичных, демоничных, да, девушек и женщин. Этот парфюм отлично подойдет в офис, он заряжает энергией. Утром, если вы попшикаете, будете чувствовать себя бодренько, да? Вот он, как будто, если вы выпили чашечку-кофейку, вот так вот он бодрит, поднимает настроение. Ну, в общем, солнечный свет. Шайн. Хорошо, что не саншайн, просто шайн от бренда Аджмал. Да, и чуть не забыла сказать, что касается пудрового аспекта в этом аромате, который прям так и заявлен в парфюмерной пирамиде, то есть никакой бабушкиной ретро-пудры, никакой душной косметички, старой косметики, я тоже тут абсолютно не услышала. Пудровые ноты и ноты почули, наравне с небольшой толикой ванили, придают этому клубнично-гранатовому, весёлому, задорному, вкусному, действительно, как сок, но при этом парфюмерному запаху, действительно, вот такого вот звучания парфюмерии, то есть духов. То есть чуть-чуть пудры, чуть-чуть почули, чуть-чуть ванили, добавили гранатово-клубничный сок, и получились очень хорошие, я даже не побоюсь этого слова, отличные духи. Поэтому от души могу их вам порекомендовать. Смело заказывайте в интернет-магазине рандеву, и тогда вам не придёт точно удушающие деревяшки с душной пудрой, а придёт вот такой вот действительно оригинальный аджмал-шань, который пахнет клубничкой, терпким гранатом, шероховатостью почули, и всё это сдобрено такой вот тёплой, мягкой ванилькой. В общем, вкусненький, но не сладкий, довольно-таки шлейфовый и ощутимый, но не чрезмерно громкий и кричащий парфюм аджмал-шань. Довольно-таки свежий, подойдёт и на лето, и, я думаю, на любое время года. Свежий, свежепряный, воздушный, летящий, бодрящий, очень и очень приятный аромат. Итак, это всё, наверное, что я могу рассказать вам про эту парфюмерную композицию. Если она у вас есть в коллекции, либо была, то обязательно пишите мне свои впечатления в комментариях. Я думаю, что если у вас оригинал, то наши с вами впечатления по определению совпадут. А на этом я буду уже завершать это видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, ещё увидимся.